Вот уже два года в России действует новый закон о приватизации госимущества. В рамках его реализации идет перевод госпредприятий в частные руки. Таким образом увеличивается бюджет каждого региона и области. В Чувашии идет приватизация тех госпредприятий, которые создают здоровую конкуренцию на рынке. Наша съемочная группа сегодня изучала, как работают предприятия, став не так давно частными. В создании экономики по европейским стандартам, когда регион развивается благодаря предприятиям среднего и малого бизнеса, об этом говорят со всех трибун. Министерство имущественных отношений составило план приватизации предприятий, и в этом году он успешно реализовывается. В текущем году в Чувашской республике подлежат приватизации 3 государственных унитарных предприятий, 13 пакетов акций и 21 объект недвижимости. В настоящее время уже приватизировано 3 государственных унитарных предприятия, 6 пакетов акций и 12 объектов недвижимости. Стоит отметить, правительство республики заинтересовано в поступлениях максимальных доходов в казну. В свою очередь, частные инвесторы и предприниматели ищут в процессе приватизации свои плюсы. Так, капиталовложение для продуктовой сети СМАК оказалось выгодным, и никаких сомнений в прибыльности этого предприятия у директора сети Александра Никонорова не было. Этот объект был приобретен в 2011 году у государства, до этого здесь находилось дома. Удобнее, когда является собственностью. Помещение работает в плане залога, и удобно тем, что мы не платим никакие арендные платы, только расходы идут по зарплате, энергии, коммунальные расходы. Были еще участники, но мы оказались победителями, потому что нам очень хотелось, чтобы вкусные продукты, которые мы производим, продавались в этом магазине, в этом районе. Как оказалось жителям микрорайона, отсутствие магазина бытовой техники нисколько не огорчает. А вот появление продуктового супермаркета считает весьма нужным. Мне удобно. Техника, знаешь, мы не каждый раз берем, а продукты, мы каждый день приходим сюда, и я здесь всегда беру. Впрочем, не все предприятия могут похвалиться уверенностью своих решений. Оптика на Гагарина 15 существует 45 лет. Директор Наталья Леонидовна признается, больше всего боялась, что после приватизации инвестор свернет их в сферу деятельности, и люди просто-напросто останутся без работы. Согласно пословице, у страха глаза велики. Приватизировали не мы, позапрошлым году уже получается, да. Позапрошлым году был конкурс по продаже всего пакета акций. И был инвестор, который победил на конкурсе, приобрел весь пакет. И он профессионально занимается, в том числе и оптикой. И это несомненным плюсом для нашего предприятия послужило, потому что мы смогли сохранить коллектив. Мы смогли сохранить профиль, мы смогли сохранить те наработки, которые профессиональные у нас были. И за этот год прошедший нам удалось свое развитие продолжить. Мы увеличили свои обороты. Мы открыли два новых магазина в Чебоксарах. И у нас появился филиал в Ярославской области. Для многих государственных предприятий приватизация неизбежна. Здесь только вопрос времени. Инвесторы приобретают у государства даже предприятия с долгами. В 2011 году приобрела пакет акций у АО «Аптека-81», проведенный на аукционе, проведенный именимуществом Чувашия. У аптеки были долги, которые за год работы мы могли значительно их сократить. После приобретения пакета акций мы сохранили свою деятельность, также сохранили рабочие места. У нас в планах уже открытие новой аптеки, привлечение новых специалистов, новых кадров. План приватизации госимущества на 2013 год уже утвержден. В следующем году в частные владения придут 13 объектов, которые находятся на балансе региона. В настоящее время осуществляется прием заявок для участия в аукционе по продаже объектов недвижимости, расположенной в поселке Новое Атлашево. Аукцион по продаже имущественного комплекса объявлен на 27 декабря. Конечно, основная цель приватизации этих объектов недвижимости – пополнение региональной казны. Доходы от продажи имущества составят не менее 108 миллионов рублей. Как отмечает в Министерстве госимущества, больших доходов приватизация может и не принесет, но и держать их на балансе нецелесообразно.